Создание эпохального автомобиля. Первая Волга марки ГАЗ-21 появилась на свет еще в 1956 и сразу стала неким символом, наступившей в 50-60-х годах. Этот автомобиль снимали в фильмах и до сих пор продолжают снимать. Он успешно экспортировался, получая при этом награды на престижных международных выставках. Он был, безо всякого преувеличения, единственным автомобилем премиум-класса, как говорят сейчас, доступным для простых советских граждан. Автомобиль выпускался в 1956-1958 и именовался впоследствии первой серией, также со звездой. Почти до самого 1958 года автомобиль выпускался с нижнеклапанным двигателем от машины Победа. Именно Волга была первой среди доступных автомобилей, кто обзавелся, невиданной доселе буржуйской диковинкой. Это была действительно удачная и незаурядная машина и, пожалуй, самый культовый автомобиль из всех, кто разрабатывался и выпускался в СССР. 1958, в начале 1959 годов называют переходными, а начиная с 1959 и до 1962 второй серией. К концу 1958 года автомобиль модернизировали, большей частью внешне. Изменили форму передних крыльев, увеличив колесные арки, передок в целом повторял оформление внешнего вида прототипа 1955 года. Плюсы и минусы. Плюсы машины. Самый просторный салон среди отечественных автомобилей. Вполне мощный силовой агрегат. Большое багажное отделение. Гидроусилитель рулевого колеса. Высокий дорожный просвет. Большой радиус поворота колес. Немалая масса автомобиля позволяет чувствовать себя увереннее на дороге. Возможность перевозки тяжелых и габаритных грузов. Доступность запчастей. Минусы машины. Качество сборки. Проблемы с работой коробки передач. Большой расход топлива. Постоянная периодичность поломок. Неважная печка. Безопасность. Не регулируется рулевое колесо. Низкий уровень комфортабельности в салоне. Скудный интерьер. Спасибо за внимание и просмотр. Не забудьте подписаться на канал и ставить лайк. Я стараюсь максимально заделать качественнее видеоролики. Для вас поддержите канал. Всем спасибо. Пока.